В день векового юбилея Серафима Павловна вспомнила свою непростую жизнь. Как жили в бедности, как осталась неграмотной, потому что отец решил, что девушка должна прясть уметь, а не учиться. Как вышла замуж и после войны получила известие, что муж пропал без вести, как работала в колхозе. Здоровая была. И сама дрова возила. И на быку, и на лошадях. И зерно сдавали. Колхоз возили в Нижний Салду. Вот сейчас никто лошадь не запретет. А я еще сейчас ноги бы стояли, запрягла бы. У Серафимы Павловны два трудовых стажа. В Верхнюю Салду наша героиня приехала уже на пенсии. Дочь позвала. Я послушалась, поехала. Ну и приехала. Правда, мне тут понравилось. Воды не носить, дрова не пилить. Но без дела так и не привыкла сидеть с Серафимом. На пенсию вышла. Из колхоза. Суседка говорит, ну счеты, думаю, сейчас пенсия маленькая, 80. Вывели только 80 рублей в средние. Иди, говорит, к нам у сторожа. Два года трудилась сторожем в детском саду, а затем Серафима Павловна устроилась в цех общественного питания в СМПО, где и проработала еще 22 года. Лишь в 76 Серафима Климова ушла на заслуженный отдых. Так что вспомнить ей есть о чем. В день рождения в квартире Серафимы Павловны было людно. Начальник управления социальной политики Александр Балакин, поздравляя именинницу, зачитал ей персональное письмо президента Российской Федерации Владимира Путина. Начальник управления пенсионного фонда Нина Хоренженко подчеркнула, что трудовой путь Серафимы Климовой достоин уважения. Представитель администрации Верхнесалдинского городского округа Олегтина Станчик отметила особую роль Серафимы Климовой в истории нашего города. Вы у нас востоянии гордость нашего городского округа. Так что всего вам хорошего. Поздравляем. Спасибо вам. Коллеги из Цеха общественного питания и Совет ветеранов СМПО преподнесли подарок со смыслом. Особенно приятно было имениннице, что пришла в этот день к ней непосредственная начальница, кладовщик Галина Кулигина. Все близкие, кто в этот день поздравляли юбиляршу, называли ее ласково, бабой Симы. Желали ей крепкого здоровья и бодрости духа. И она не осталась в долгу. А лаверды баба Симы исполнила частушку, которая в ее возрасте прозвучала как вызов годам, поскольку в последнее время ноги Серафиму практически не слушаются. Топни моя нога. Топни правенькая. Не смейтесь над мной, что ты такая старенькая. Так в чем же секрет долголетия? Нет его у Серафимы Климовой. Всю жизнь трудилась и жила, как умела. А еще проживет, как сама говорит, сколько Бог отведет.